Девушки отдыхают Рубрика «Двое» В уютный сектор ВИП Ну а сейчас давайте знакомиться С нашими главными героями Стас Вот Стас именно дозвонился Притом Стас в больнице лежал, когда дозвонился Твои вкусы? КС, Сириус Сэм, Квейк Паш КС, Квейк, Анриал А где играете? Дома? В клубе? В клубе Так, Анриал 2003 играл, Паш? Да Классно, да? Ну а что сегодня побегает? Сириус Сэм Давайте Посмотрим, кто же сильнее Ну что ж Старая, добрая Сэмовская арена Не раз мы ее уже видели в программе И сегодня в главных героях у нас Пашек Кстати, мы прямо на его мониторчике Видим, как он Бомбит Обстреливает Стаса Давайте перейдем на монитор Стаса Посмотрим, как ему достается Да нет, убегает, похоже С автоматом в руке С пистолетом в автомат Ну не самое лучшее оружие, конечно, в Сэме И вот очередь И... Нет, все живы На тренировке Стас играл похуже Но сейчас, однако, он повел И мы перешли на мониторчик Паши 1-0, он проигрывает С пистолетом в руке Паша Опасно, опасно ходить с пистолетом Надо срочно искать что-нибудь более хорошее И... Вот сейчас для него плачевно, может Мне кажется, Стас сейчас Мог добивать смело Пистолет в руке И вот пистолет против автомата Конечно же, 2-0 Вот так вот На тренировках ввел Стас И в реальном игре Он ведет 2-0 Играем мы 4 минуты На мониторе мы были Пашей, остаемся И видим, как он погибает Третий раз Но это опасно Разрыв в 3 очка опасно Давайте перейдем на мониторчик Стаса И пока тишина Хотя какие-то взрывы там видим И вот 4-0 Но вот как неудачно Для Паши складывается игра 4 минуты играем И 4-0 счет Опасно Так можно и проиграть Еще раз повторюсь На тренировках он играл лучше Мы на мониторе Паша Берет защиту Вовремя И встреча С противником Кто? Ну вот в лоб Стоят, не двигаясь У кого мощнее пушка Тут и выиграет Нет, Стас решил убежать Посмотрим Нет Не оправдался его маневр И Паша немножко сравнял Ситуацию 4-1 счет И на мониторе Паши по-прежнему Взял он кольчужку Подкрепился И вот опять Посмотрите как вовремя Уже второй раз вовремя Берет защиту И Кто выйдет Из этой дуэли А вот Стас Удача была на Стороне Стаса Мы на его мониторчик Перешли Он за счетом 5-1 Стас ведет Играть осталось Почти минуту И он на 4 очка Выигрывает И так складывается Что похоже Стас и будет победителем И вот Очередной поединок И 6-1 Да Удача на стороне Стаса В очередной раз Играть осталось Буквально 40 секунд Паша нужно Отыгрываться 6-2 Он это делает Разрыв очень велик А играть осталось 25 секунд Мы на мониторе Паши по прежнему Вот здоровье Вовремя Кольчуга Время идет Паше надо искать Противника И отыгрываться Хотя уже бесполезно 6-2 Смотрим мы Последнюю дуэль 6-3 Но это было Очко престижа И в итоге Побеждает Стас Ну что ж Сегодня более крутым Сэм оказался Стас Ра И скрывает Свои радости Паша не расстроился Да Тем более На тренировках Все равно Лучше играл Ну вот Приятная минутка Призвете Компьютерных магазинов Сплав 21 век Победитель Как обычно Выбирает Завоевание Америки Берет Ну и Спортивная Игрушка Паше Достается Ну что ж Мы еще вернемся На улицу Щусева Буквально через Пару-тройку минут В нашем видеосюжете А сейчас Давайте вспоминать Различные вопросы Которые мы задавали В прошлой программе Начнем С вопроса К рубрике Двое Вот этот рекламный Видеоролик Мы показывали И спрашивали Какова же связь Его с человеком По имени Билл Гейтс Ну конечно же Это реклама Иксбокс Кстати некоторые Предположили Что вот этот Летящий матч НС концов Окажется за столом И будет играть В Иксбокс Но правы Оказались те Кто предположил Что он упадет В гроб И кстати вспомнили Что летом Мы показывали этот ролик И сравнивали Дизайн Иксбокса С гробиком Очень похоже Ну а смысл Слоган Этого видеоролика Таков Жизнь коротка Играй больше Ну разумеется В Иксбокс Одним словом Ролик этот запретили Сняли с проката На наш взгляд Очень правильно Вкащунцыно Больно уж Ну те кто дал Правильный ответ И мы увидим В нашей программе Разумеется В рубрике Живой Ну а сейчас Уделим внимание Вопросу От сети компьютерных Магазинов Сплав 21 век Разыграем призы И давайте вспоминать Что там у нас было В прошлой программе А в прошлой программе Мы разыграли вот эту Пачку компактов И спрашивали Какой же Из пишущих Сиди драйвов Был наиболее Продаваем В сети Компьютерных Магазинов Сплав 21 век Разумеется На момент съемок На наше удивление Большинство отвечали Верно Плекстер А вот и гордые Имена первых Десяти дозвонившихся И правильно Отвечавших Ну а среди Неправильных ответов Лидировал Сони А сейчас Разыграем Компакты Как и обычно Мне в этом помогает Победитель рубрики Двое Сегодня это Стас Достает он Пять фамилий Это увы Кому не повезло А вот и победители Пять победителей Пять компактов Всем по одному Ну и напоминаю Что вы Сами приходите К нам в студию Расположена она На улице Баяна Дом 8 Под самой Высокой Телевизионной вышкой В нашем славном городе Ну и конечно Кто придет первый У того будет Самый богатый выбор Один из пяти У второго выбор Тоже неплох Один из четырех У третьего Один из трех У четвертого Один из двух Ну и последнему Как я уже говорил Остатки сладки Ну и еще раз Посмотрим На гордые имена Уже окончательных Пяти победителей Кого мы и ждем За призами Сегодня мы Также разыграем Призы И будет вопрос От сети компьютерных магазинов С плав 21 век Конечно Новогодние праздники Кончились Призов будет меньше Но я бы не сказал Что они будут хуже Сегодня мы две Игрушки разыграем При том что одна Вот такая красивая В боксовом варианте То есть в коробке С описанием Все на русском языке Я думаю Не каждый позволит себе Купить именно Боксовый вариант игры Так что попробуйте выиграть Но для того Чтобы выиграть Нужно внимательно Посмотреть наш сюжет Чтобы ответить на вопрос Но прежде чем Будем смотреть сюжет Я уделю внимание Вот этому письму Которое Пришло Буквально недавно Кстати Спасибо всем тем Кто нам пишет В следующей программе Мы если не почитаем Ваши письма То хотя бы ответим На вопросы Которые вы задаете Но что касаемо Этого письма Не буду я его читать Селиком Но чтобы вы поняли Смысл Концовка Надеюсь Вы мне подарите Компьютер Иначе я умру Но периодически Такие письма К нам приходят И ставят нас в тупик Ну что сказать Ну не можем мы Дарить компьютеры Всем желающим Даже при поддержке Сплавовских магазинов Ну а представьте Если вдруг подарим Сколько таких писем Начнут приходить И мне подарите И мне И мне Ну что посоветовать Ну вот скоро лето Каникулы будут Это пишет нам Костя Школьник Что если Не отдыхать на каникулах А поработать Заработать на компьютер Ведь не так уж их дорого Они стоят сейчас Цены упали Но иногда все таки Компьютеры дарят Как За что И почему Вот про это Смотрим сюжет Вернемся на улицу Щусева В один из магазинов Сети сплав 21 век И сегодня наш сюжет Целиком посвятим Одному событию Розыгрыш призов Несколько программ подряд Мы вас буквально призывали Участвовать в розыгрыше призов И вот этот час настал 25 января В магазине на Щусево Ближе к вечеру Стал собираться народ А вот и они Призы Конечно самый главный Дорогой и желанный Ноутбук От фирмы Max Select Нашинский Российской сборки Кстати Советуем обратить внимание Потенциальных покупателей Ноутбуков Деловая машина За хорошую цену Менее 1000 долларов Но и другие Призы хороши Вот мобильник От Nokia Модель 5510 Это второй приз А также MP3 плеер Сканер Конструктор Лего Сиди коллекции Акустическая система И разные Приятные мелочи Ну а в этих Прозрачных ящиках Купоны Кандидатов На выигрыш Замечу что Свезли их Со всех магазинов И интернет клубов Входящих в сеть Сплав 21 век Притом не только С города Новгорода Но и с областных городов И вот К назначенному часу Магазин буквально Переполнился Кандидатами на выигрыш И действо Началось Подошла к концу Двухмесячная акция Которая Длилась с 1 декабря 2002 года По 20 января 2003 года И сегодня Наконец-то Наши призы Найдут своих Обладателей Может быть среди вас После небольшого Вступительного слова Стали вскрывать ящики И пересыпать их Содержимое в один И после перемешивания Началось Самое волнующее Розыгрыш Десяти первых призов Ну разумеется Для того чтобы Было более Интригующе Начали с десятого Приза Вот это Новенькая Удобная клавиатура С подставкой под руки Ну кому же Досталось Номер 01238 И сразу же Попов Олег Анатольевич И сразу же у нас Пометочка От 10 тысяч рублей Итак Попов Олег Анатольевич Получает дополнительный приз Скидку На все Покупки В сети всех наших Магазинах Сервисных центров И салонах Сотовой связи Диксис Годовую До 31 декабря 2003 года На 7% Вот такой Приятный бонус К лавиатуре достался А вот и сам победитель Надо заметить Что некоторые Из выигравших Пришли на розыгрыш Конечно Это были новгородцы Но ближе К главному призу Фортуна Повернулась Лицом К жителям Областных городов Так MP3 Плеер достался Жителю Города Боровичи А сотовый Телефон Нокия 5510 Нашел Хозяйку В Старой Руси И вот Добрались мы До главного Приза Перед тем Как вытащить Купон Счастливчика Содержимое Ящика Еще раз Перемешали И Итак Обладателем Для ноутбука Стал Михайлов М.А Купон Номер 06 029 Обратите Внимание Какая пачка Купонов У победителя Немного Немного Немало 100 Штук Вот что Значит быть Постоянным Клиентом А мы Говорили Чем больше Покупок Тем больше Купонов Тем и шансов Больше На выигрыш Ну и конечно Слава Победителю Очень рад Что выиграл Не думал Что выиграл Прям Счастлив Сейчас буду Днем И ночью Играть Ну Ноутбук Конечно машина Больше деловая Чем игровая Но тем не менее Событие Для Максима Приятное Вдвойне Ведь у него Не было Компьютера Ну А розыгрыш Продолжался Ведь помимо Главных призов Была целая Куча компактов Аксессуаров Для сотовых Телефонов И других Приятных Мелочей Ну и напоследок Предоставим Слово Пожалуй Главному Конкуренту Максима Игорь У которого Было Вдумайтесь В цифру 200 Купонов Игорь значит У вас 200 Жетонов У Макса 100 Он выиграл Ну Немножко Завидно? Нет Не завидно Я честно говоря Рассчитывал на победу То есть На полюбар Да Я честно говоря Влёкся этим делом Когда началась компания Я увлёкся Но к сожалению Фортуна По крайней мере Я выиграл два диска Пока Уже То есть Всё-таки оправдывает Да? 200 секунд Все оправдывает В принципе Я получал удовольствие От того что я играл Я просто объявляюсь Постоянно Я уже два года играю В Славе На Рахманинова Поэтому я получаю удовольствие И заполняю купоны И всё Заметим Что на сайте Сплав21.ру Вы можете наблюдать Результаты розыгрыша призов А тем кто не получил подарки Напомним Что они Призы Выдаются до 25 февраля 2003 года Так что Поспешите Что ж Надеемся И в этом году Розыгрыш повторится Ну а кто не участвовал В нём Не упускайте В дальнейшем Своих шансов Всего-то Надо совершить покупку В любом из магазинов Сети Сплав21.ru Ну а мы вам Как и обычно Адреса Напоминаем Ну что ж Вопрос по этому сюжету Я задам В конце программы А сейчас Смотрим игрушки Начнём рубрику игры Как и обычно С просмотра подарков Ну кому-то дарим А все вместе посмотрим И учитывая некоторые пожелания Показывать игры Нашинской Российской разработки Вот вам пожалуйста Ну погоди Выпуск второй Когда-то детвора Да и взрослые С нетерпением Ждали выхода Новых выпусков Мультиков Про Ну погоди С сырами Такой массовости Не наблюдается Так что Жить виртуальному Сериалу Или нет Целиком Зависит от нас Вами А точнее От нашей Покупательской Способности Будем покупать Значит увидим И дальнейшие Приключения Ну а нет Так нет Ну а что же Во второй Виртуальной серии Ну погоди Ну приключений Не много А вот Логики Хоть отбавляй Собственно Игра И есть Логическая Кстати На компакте Можно прочесть Что мол Идея Лежащая В основе Игры Звоевала Второй приз На всемирном Конкурсе Оригинальных Компьютерных Игр Эникс В 1996 Году Ну что же Значит Идейку Как говорится Спионерили Смотрим Что за Идейка Такая Да неплохо Развивает Математические Способности Кстати Тему развития Тех или иных Способностей При помощи Компьютерных Игр Мы затронем Во второй Части Рубрики Игры Ну а пока Собственно Показывать Особо И нечего Фактически Вся игра Состоит Из рулетки И шариков Периодически Волка Показывают Не особо Зрелищно Но интересно И главное Играбельно Поэтому будем Играть А смотреть Прекращаем А сейчас Посмотрим Чего нибудь Из новенького Ну вот Аркад Никаких Давно Не показывали Ну помните В 20 веке Такие классные Красивые И двухмерные Сейчас Таких Днем С огнем Не сыскать Имеется Ввиду Хороших А вот Посредственные Выпускают Вот перед нами Один из таких Экземплярчиков С прикольным Стадий Цивилизация Ну ладно С этим Проблема Ну может Это не особо На геймплей Это влияет Да возможно И не особо Но все остальное Взять Хотя бы Дизайн Уровня Подумайте Он Первый В нормальных Играх Это фактически Знакомство С игрой Не особо Сложно Ну а здесь Куча лестниц Ловушек Хотя пройти Не сложно Но дело в том Что если не собрать Все Ну даже не знаю Как это называть Ну в общем Если не собрав Все штучки Из этого уровня Не выйти В общем Только для самых Ностальгирующих По платформам И то Лучше не надо Оторвемся от игры На сайт К нашему Интернет провайдеру Новгорода и таком И для начала Опрос любопытный Где бы вы Предпочли Купить карты Экспресс оплаты Пока выиграют Киоски и ларьки Ну а сейчас Послушаем Что же Это такое До сих пор Наши клиенты Клиенты компании Новгорода и таком Могли оплатить Услуги Услуги доступа В интернет Только Либо придя к нам В офис Что не всегда Удобно К тому же Он не работает В субботу И воскресенье Либо Через берегательный банк Что тоже имеется Свои минусы Иногда приходится Стоять в очереди К тому же Деньги которые идут Через банк Они поступают К нам Примерно через 3 дня То есть 3 дня Человек может оказаться Просто без интернета Если наяву вас Счеток Он через деньги Чтобы избавить Наших клиентов От этих неудобств Мы ввели Катточки Экспресс оплаты Что это такое В любом Ближайшем газетном киоске Вы покупаете Эту карту За номинал На ней написано 100 рублей Она будет продаваться Именно за 100 рублей Если 200 рублей Значит за 200 рублей Вы покупаете эту карту Приходите домой Включаете компьютер Заходите на Бесплатный сайт Аванс Натом.ру Он будет доступен Даже если на вашем счету Нет ни копейки денег И стираете защитный слой С карточки Вводите Согласно инструкциям На сайте Аванс.натом.ру Вводите Открывшийся вам Секретный пин-код И все Практически мгновенно Деньги Которые указаны На карте Оказываются на вашем счету Если 100 рублей Значит 100 рублей Оказываются На вашем персональном счету Все Вы можете начать Работать в интернете В интернете Вырабатывать эти деньги Ну что же На наш взгляд Очень удобная Инициатива Дейтакомовцев И чувствуется Забота о клиентах Новгород Дейтаком Это интернет Для всех Во второй части Рубрики Игры Мы как и обычно Смотрим Различные видеоролики Без комментариев Без остановки И начнем со стратегии Близзард Тут ролик выпустила К продолжению Warcraft 3 Затем Command & Conquer Закрутим Ну и так Далее Смотрим А я как и обычно Порассуждаю Ну давайте сегодня В целом Про компьютерные игры Ну буквально Пару-тройку минут назад Я говорил Что игрушка Ну погоди Помните Выпуск 2 По идее Должна тренировать Математические способности А вот Трое психологов Из Канады Исследуйте Только результатами Пару-тройки 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 Игрушки Игрушек бывают Из Канады Сообщение Родители Оставили Своего Шестилетнего Ребенка Под присмотром Приятеля Назовем его Джон 21 года От роду Малыш Ничего не подозревает Достал Геймбой И принялся играть Няньке Джону Это не понравилось Он взял И привязал Малыша К стулу В роб Засунул Кляп Чтоб не кричал А на голову Натянул Пакет Ну малышу Повезло Его развязала Сестра Джона И он Шестилетний малыш По своей наивности Опять Принялся играть И тут 21-летний Присмотрщик Запер его В сушильной машине Малышу Опять повезло Он все-таки Открыл дверь И убежал домой Полиция пока Не приняла Никих мер Но похоже Меры приняты будут Ибо Жители городка Грозятся Учинить Самосуд Похоже Любители Компьютерных Игрушек Ну да ладно Сменим тему Что там У нас В игровой Индустрии Происходит Помните В прошлой программе Я говорил Что продажи Игр на PC Снижаются Ну это За бугром А теперь Вот конкретные Цифры Притом по одной Из самых Развитых Стран США За прошедший год Продажи Игр на PC Упали На 10% В то время Как продажи Игр на консолях Возросли На 21% Эти факты Заставили Забеспокоиться Почитатели Почитатели PC Неужели Консоли Раздавят Писюк Ну это Вряд ли Ну во всяком случае В ближайшее время Хотя Если конечно Дядьки Бинди Приложит к этому Свои руки А он может Если захочет Чтобы Иксбокс Был единственным И неповторимым Железом В наших домах Ну как Стала Виндуза Единственной И неповторимой Операционной системой Ну пара-тройка Домашних юзеров Всякой альтернативы Погоды Конечно не делают А для беспокойства Причины Все же есть Посмотрите Что сейчас Делает Билл Гейтс Не То что он тут Выделил Аж 200 миллионов На медицину Это похвально Но речь Не про это Майкрософт Занялась Скупкой Продвинутых Игровых контор Одной Из последних Была Рэйр А сейчас Билл Хочет наложить руки И на Вайвенде А к ней Относятся И Близзард И Валв Чем это грозит Да тем Что продукты Этих самых Игростроителей А это и Старкрафт И Воркрафт И Диаблы Всякие Могут увидеть свет Только на Иксбокс Конечно Если Билл пожелает Ну а сами понимаете Что потребители Предпочитают Покупать Не какое-то там Супер-пупер Железо А то Железо Где есть Максимум Хорошего софта В том числе И игр И если В ближайшем будущем Билл Обеспечит Все сливки Игростроения На Иксбокс То может сложиться Интересная Буквально Революционная Ситуация Надеюсь Это не произойдет Хотя кто знает Всякое бывает А аналитики Однако Прогнозируют Рост продаж Игр на PC К 2005 году Вот только С какого Макара Спрашивается Этот рост Произойдет Как бы еще Хуже не стало Ведь именно К этому году Обещает Свои новые Консоли И Сони И дядька Билли В прошлой программе Мы не показали Рубрику Компьютерный сериал И некоторые Заволновались Что опять закрыли Опять сняли Да нет Не закрыли И не сняли Смотрим Дальнейшие приключения Макса Фейда Сейчас Максу Предстоит Ответственная битва Кто смотрел Нашу позапрошлую Программу Тот помнит Набрали ему Кучу оружия И Встреча с боссом Джек Люпина Хотя Его не видать Видим Что пока Атакуют его Шестерки С их отстрелой И начнем Замкнутая комната Выхода нет Почти как в песне Подранили Макса Подлечимся Кто не играл в игрушку Вот эти вспышечки А вот посмотрите Какая интересная ситуация И У Макса Кончились патроны Вот К счастью Замедление спасает Надо стрелять Патронов нету Ну Бандит мажет Срочно Перезаряжаем Давайте-ка почет Помощнее Два винчестера Двухствольных И Вот так вот Четыре пули С первого раза И да еще на пару Тройку метров Бандит отлетает Ну вот Зажигательная смесь Убросается Как бы еще и пожар Не начался Все деревянное Ну вот Нам телезрители звонят Некоторые спрашивают Как же пройти Это место Подзастряли Ну смотрите Нюанс конечно есть Муша Люпина Достаточно сильный Босс Но не будем Забегать вперед Пока его нету Собираем Боеприпасы Идти некуда Поэтому естественно Максу Надо перебить всех Постерок Люпина А потом Будет и сам босс Откуда стреляет А вон Сверху При том что Удачно стреляет Ранен Макс Пули Летящие пули Видим Иногда Очень интересно Они пролетают Вот еще одна очередь Спасает Замедление Ну все Или еще Нет еще Вот посмотрите Как интересно Пули пролетели Со всех сторон Буквально Окружили голову Макса Ни одна не попала В дробь Да Много у Лепина Помощников Ничего не скажешь Еще один Ну вот Сейчас задела Одна дробина Полечились Еще раз повторю Такие вспышечки Это как раз Макс лечится Для тех кто не играл Ну да Похоже Не перечесть Бандитов Здесь Ну нужно всех Отстрелять Это для тех Кто застрял Обязательно Всех перестрелять И только потом Войдет Лепина Еще один готов Ну Лепина Пора тебе появляться Нет Еще не он Ну вот Посмотрите Какие прыжки Все благодаря Моду Ультимейт Еще раз напоминаю Кто играет Стандартную игрушку Не ищите таких прыжков Их там нет Ставьте патч Мод Ультимейт Ну вот Такое месиво Буквально Макс здесь учинил И вот Лепина Я и раньше Подозревал Что здесь Что-то не так Но того Что здесь Не так Хватило бы На Эверест И всей Гималае В придачу Лепина Был накачан наркотиками Он вполне мог бы Выдержать 15 раундов С аллигатором Мутантом А затем он снова Начал свой бред Это были слова Из страшного сна Моего сна Я вкусил Плоти падших ангелов Я вкусил Зеленой крови дьявола Она оструится В моих жилах Я видел этот мир Насквозь Я проник в него До мозга костей Смерть Смерть Грядет Она Грядет Я Следую за ней Это закат Времен Я готов Встать Ее сыном Ее время Пришло Все Кто стоит На ее пути Умрут Ну вот Вы все умрете Сейчас Вы все умрете Я Волк Ну вот С таким отморозком Приходится Воевать Максу Накачан наркотиками С первого выстрела Его не возьмешь Ну и для тех Кто застрял Первым делом Убиваем охранников Кстати Обратите внимание Один уже готов И там есть второй Иначе пока Люпину все равно Наши выстрелы Буквально на него Не действуют Вот и второе Охранник на полу Вот опять Красивый прыжок Благодаря Моталтимейт И берем В руки Мощные обрезы Два винчестера И четыре пули И Аналюбина Продолжение Будем смотреть В следующей программе Ну вот Подошла к концу Наша передача Сейчас объявление Небольшое Для тех Кто пропустил Или не успел Посмотреть программу Ее можно с интернета Теперь скачать Находится На страничке Сплав 21.ру В разделе Компания В формате DIVX Версии 5.0 Ну а теперь Разыграем призы И конкурсный вопрос От сети компьютерных магазинов Сплав 21.0 Для начала Суть нашего мини-конкурса Итак Я задаю вопрос Вы В течение 10 минут До нас дозваниваетесь И отвечаете Ну еще раз подчеркиваю Что в течение 10 минут Нужно дозваниваться Притом Только после полного Окончания программы То есть после титров И Звонить нужно Только в среду В воскресенье Это повтор программы То есть конкурс Уже закончился Ну а разыграем Мы сегодня Как я уже и говорил Вот эти две игры Притом Одна в классном Боксовом Варианте Ну а теперь вопрос Давайте вспоминать сюжет Мы показывали Розыгрыш призов И говорили Что призы выигрывали Не только жители Города Новгорода Но и жители Областных городов Боровичи Старая Руса Ну а вопросик Такой Вот второй приз Тоже неплох Сотовый телефон Нокия 5510 В каком же городе Этот телефон Нашел Свою хозяйку Ну и еще Маленькое Сегодня нововведение Мы не будем давать Варианты Ответов Некоторые Телезрители Считают Что чересчур Так уж просто Ну что ж Сегодня без вариантов Ответов В каком городе Нашел хозяйку Сотовый телефон Нокия Звоните вот по этому Телефончику Сразу после программы Звоните Пишите Адреса В титрах Смотрите И до следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Субтитры сделал DimaTorzok